Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Её ведущая Наталья Козынцева. Еженедельное причащение святых христовых тайн, знание закона Божия по Слободскому и даже наличие Духовного Отца отнюдь не гарантируют нам вход в Царство Небесное. Эти условия, говорит пратерей Константин Островский, недостаточны. А существуют ли вообще достаточные условия? Как и какие труды нужно приложить, чтобы самому стать православным христианином? И как таковым воспитывать своего ребёнка? Как организовать работу воскресной школы? И как обустроить приходскую жизнь православной общины? На все эти вопросы отмечает отец Константин в своей книге «На приходе и в семье». Статьи, ответы на вопросы, разные истории. Она вышла в свет при сотрудничестве Красногорского Успенского храма и издательства «Христианская библиотека». Об этой книге далее в нашей программе. Как отмечают издатели, книгу «На приходе и в семье» можно назвать пособием по решению актуальных проблем приходской и семейной жизни. Автор интересно. На примере собственного опыта отвечает на вышеуказанные вопросы, даёт конкретные рекомендации по организации приходской жизни и воскресной школы, даёт советы в непростом деле восстановления и реставрации храмов. Есть разделы, в которых автор отвечает на многочисленные вопросы верующих о духовной жизни. Книга, по мнению издателей, будет полезна молодым священникам, сотрудникам приходов, церковным педагогам, родителям, а также широкому кругу читателей. Прежде всего, нужно сказать несколько слов об авторе книги. Протерий Константин Островский родился в Москве в 1951 году. Окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения и четыре года работал по специальности. В 1978 году стал алтарником в церкви Рождества Иоанна Притечина Пресне. В 1987 году принял священный сан. В 1992 году заочно окончил Московскую духовную семинарию. В настоящее время настоятель Успенского храма города Красногорска Московской области, благочинный церквей Красногорского округа Московской епархии, председатель епархиального отдела по реставрации и строительству, директор епархиального благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь. Отец Константин является автором книг «Жития святых для детей», «Православное семейное чтение на каждый день», «Приключения в египетской пустыне», «Умереть нам не удастся», «Жизнь равна вечности», «Вечность у дверей», «Святые XX века» и «Жития святых». Этот сборник статей, ответов на вопросы и разных историй сложился на основе книги «Не угаси курящегося льна», вышедшей в свет в 2011 году, значительно переработанной и дополненной. Дополнения касаются актуальных проблем церковной и семейной жизни. Делаются по материалам накопившихся за последние 25 лет служения батюшке в Московской епархии, авторских статей, интервью, ответов на вопросы читателей, церковных газет и журналов, а также выступлений отца Константина на различных конференциях и чтениях. Ну а для того, чтобы ясен был контекст публикуемых материалов, книга начинается с небольших автобиографических заметок, которые составили первый раздел книги. Прочитать их мы представим нашим читателям, а сами перейдем к заметкам о воспитании, собранных во втором разделе. Здесь автор рассказывает, «Мы с матушкой воцерковились, когда старшему был год, и сознавали, Бог нам вручил детей для воспитания именно как церковных людей. К сожалению, мы часто проявляли чрезмерную настойчивость, перегибали палку. К счастью, помогал наш духовный отец, который эти ошибки обнаруживал, и мы их старались исправлять. Помню, как я боролся со сребролюбием детей. У меня был кораблик, который мне в детстве подарили. Из твёрдой пластмассы, с моторчиком, с медными деталями. Я его все эти годы хранил, не выбрасывал. Дал двух- или трёхлетнему сыну, и он в него так вцепился, а надо спать ложиться. Он капризничать. Я возмутился, и на глазах Илюши разбил этот кораблик. До сих пор жалею. И кораблик, и младенца. Мы старались, вспоминает автор, не создавать детям лишних неприятностей в школе. С учителями не конфликтовали. Сыновья мои веру не скрывали и не афишировали. Все знали, что они дети священника, но мальчики были боевые, могли за себя и друг за друга постоять, поэтому их никто не обижал. Я вообще думаю, отмечает автор, что в наше время проблемы на религиозной почве у верующих детей в школе бывают или по особому Божьему благословению, чтобы ребёнок защитил веру, или когда есть конфликт по другой причине, и заодно начинают дразнить за веру. Конечно, не всё было гладко. Чем старше ребята становились, тем труднее было удерживать их, выжилаевых нами пределах нравственности. Потом стало и невозможно удерживать. Но к моему, надо сказать, удивлению и утешению, отношения с детьми не испортились и до сих пор остались хорошими. Почему даже в благополучных церковных семьях сплошь и рядом бывают трудности с нравственностью и религиозностью детей? Как считает автор, потому что пока ребёнок маленький, он, естественно, подражает родителям. Папа в церковь и ребёнок в церковь. Папа молится, и он молится. Папа причащается, и ребёнок причащается. Но это детская религиозность. А человек должен сам обрести веру. Тут без проблем порой не обходится. Бывают редкие случаи, когда подросток в 12-13 лет уже христианин. А у остальных это происходит, если вообще происходит, позже, и за 20, и за 30 лет. Конечно, родителям это тяжело. Они хотят, чтобы всё было благообразно. Но пока человек ищет свой путь, благообразно, как правило, не получается. Далее за этим рассказом следуют различные статьи о воспитании детей, где автор говорит о некоторых моментах воспитаний, на которые он сам обратил внимание, и которые наверняка имеют значение для многих. В третьем разделе говорится об организации воскресной школы. О школе на своём приходе автор рассказывает. Успенский храм города Красногорска был возвращён в церкви в 1990 году. А в 1991 году мы с тремя молодыми певчими, имеющими музыкально-педагогическое образование, собрали около 20 человек детей и стали с ними заниматься законом Божиим и церковным пением. Благо, при храме нашлось для этого помещение. Год от года школа росла. К началу 2016 года в ней занималось около 350 детей и подростков от 4 до 16 лет. Работало больше 20 преподавателей, среди них священнослужители. Существовало несколько детских хоров, которые регулярно выступают на концертах, иногда весьма высокого уровня. Сводный хор не раз пел на архиерейских, в том числе патриарших службах. Главной задачей школы является воцерковление и церковное воспитание детей и подростков. При этом большое внимание уделяется хоровому пению и активному участию ребят в богослужениях. Об этом служении и связанном с ним хлопотами и радостями на приходе Успенского храма и рассказывает отец Константин в третьем разделе. Следующий раздел посвящен организации приходской жизни православной общины. Здесь автор вспоминает слова преподобного Авы Дорофея, который писал «Всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение, да и то, что делается ради Бога, не может быть твердым, если не будет испытано искушением». А поскольку, отмечает отец Константин, приходское служение — дело, несомненно, доброе и даже святое, то без искушений и трудностей священник, не только начинающий, но и опытный, обойтись не может. Это нужно принять как должное, как беременная женщина, ожидает болезни в природах. Зато, когда придем в Царство Небесное с плодом своего священного служения, то, как сказал Господь, уже не будем помнить скорби от радости. Так что не нужно не излишне бояться искушений, не надеяться прожить без них. О том, какие трудности ожидают священника в приходской жизни, о том, что автору представляется наиболее важным, он и говорит на страницах этой книги. Эта книга вобрала в себя жизненный опыт пожилого священника, настоятеля храма благочинного одного из подмосковных округов. Опыт большой и разнообразный. Поэтому в книге порой парадоксально сменяют друг друга темы и жанры. В ней мы находим детские стихи и статьи о церковной архитектуре, воспоминания о знаменитой второй школе и о духовных поисках интеллигенции конца XX века. И здесь же ответы на вопросы нынешних прихожан о браке и о смерти, о молитве и о преодолении в себе житейского моря. Но есть у этой книги лейтмотив — бережное отношение к человеческой душе. В Священном Писании сказано о Христе «Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит. Не добивать ослабевшего в борьбе со страстями и не задувать еле тлеющий в сердце грешника огонек любви, а поддержать падающего и помочь исправиться». Вот о чем книга про Терея Константина Островского. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.